Ну что ж, ладно, тогда всем еще раз привет, добро пожаловать и продолжаем проходить Fire Emblem Warriors 3 Надежды, сюжетная линия Эдельгард. На прошлом стриме мы начали так называемую финальную главу, мы прокачали отношения со всеми персонажами настолько, насколько это было возможно, почитали все диалоги, Ну и теперь, наконец-то, можно пойти и, наверное, закончить эту историю, хотя, судя по тому, что мы видели до сих пор и что знаем, как по мне, впереди еще должно быть как минимум главы 3, потому что, окей, мы сейчас, как я понимаю, будем разбираться со скользящими во тьме и с Рей, но там еще Димыч и куча всего другого, так что непонятно, но посмотрим. Так, но прежде чем начать сюжетное задание, вот хорошо, что напомнили, надо подарить кому-нибудь свисток, чтобы этот персонаж, возможно, стал нашей вайфу. Ну, мы решили, что будет Моника, так что давайте. Она новый персонаж и она будет присутствовать только в этой сюжетной линии, так что да. Подарим ей. Так, вы уверены? Да, я уверен, все. Твои чувства достучались до меня, громко и ясно. Даже так. Почему бы тебе не взять вот это? Чайный набор особый. Чайный набор особый. Так, а что с ним сделать можно? А где он вообще? Парсенал. В подарке, я думаю, он должен был быть. Так, сейчас посмотрим. А, вот он, вижу. Так, особый чайный сервис включает любимые чайные листья императора. Окей. Так, ну, окей, меняется уникальная способность. Ну, посмотрим. Ну, по сути, мы получили ее способности, как я понял. Забавно. Но мне не это нужно от нее. Нам нужны дети от нее. Верно. Так, ну что ж. Погнали на сюжетное задание. Вперед. Защита Грэгмаха. К счастью, мы не слишком опоздали. Граф Варлей все еще держатся. Если отчеты верны. Рэй здесь, как и маг, подходящий под описанием Арундела. То есть, Талас. Таким образом, два наших главных противника оказались в одном месте. Мы должны разобраться с ними здесь и сейчас. Полагаю, для тебя это тоже судьбоносная битва. Да. Я знаю, что моя сила исходила от этих сколзящих придурков. Я знаю, что они пытались манипулировать мной. Но у меня все еще много вопросов. Ну, обо всем остальном. И это, возможно, мой последний шанс получить ответы. Надеюсь, что это так. Иначе Хьюберт может... ...вывести остаток жизни, не доверяя тебе. После того, что произошло в Айлил, он предложил избавиться от тебя снова. Удивительно. Ну, честно говоря, это не мой самый любимый план. Похоже, мне придется использовать эту битву, чтобы очистить свое имя. Именно. Я с нетерпением жду этого. Но, если бы я, если бы... ...вотому, ты уже работаешь за 12 лет. Но, просто чтобы ты знал, ты уже доказал это десятки раз. Но, если бы я, я бы хотела бы уйти на уровне, но... ...вотому, что я бы не могла бы уйти на уровне. Тогда мне все еще не хватает несколько десятков. Я должен показать тебе, что такое дух наемника. Я впервые слышу о таком духе. Но мне не терпится увидеть его в действии. Впрочем, хватит пустой болтовни. Все на своих местах. Пришло время начать финальную битву. Блин, что, серьезно финальную? Какую финальную? А Димитрий? Так. Короче, вести себя с очень приподнятым настроением. Или же вести себя непринужденно. Встреча. 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 Так. Ну, ребят, тут же, типа, Эдельгард. Хотя это сюжетное. Ну, ладно. Мы все вместе встретим новый рассвет. Увидимся после того, как пыль осядет. Оп. Это еще одно из твоих наемнических выражений. Ну же. Давай убедимся, что мы все выживем. Чтобы увидеть возрождение Фолдена. Так. Основная цель победить Рею и Талоса. Любая из ваших групп. Нет. Любую группу ваших юнитов уничтожит. А, даже так. Так, ребят. Какие плюшки будем брать? У нас... А у нас выбор-то небольшой. У нас 40 очков. Так. Ладно. Укрепление... Обороны. Что временно снижает урон, получаемый... Союзным опорным пунктом. Пусть элита имперской империи Адрайстии подожжет окрестности. Нуар это твое любимое. Натравить Хюберта и Фердинанда. Но врага. Че? Так, ну и, собственно, Хюберта и Фердинанда обязательно. Так, начать битву в особом строю. В особой формации защита этих лучников. Назначили отряд лучников для защиты союзника во время их передвижения. Начните битву с опорными пунктами союзников, которые запаслись целебными предметами. Такое себе. Так, ну я даже не знаю, что лучше. Вы что скажете? Тут мы можем взять за 30 кофтов только одну стратегию. 2, 5. 3, 5. Ну 3, 5 я бы все-таки не хотел бы. Хюберта я не хочу выпускать на поле битву. Так, окей, понятно. Второй мы точно берем, а тут... Ну да. 5-й, самый адекватный. 4-й, ну такое себе. 6-й вообще не о чем. И раз, в окрестности. Все, что в окрестности. Так, окей, основные единицы, которыми будем управлять. Это у нас будет ГГ. Так, Лейси. Эдельгард. И... И. Едется... Амбальтазар. Так, тут у нас будет... Елица. Детра. Так, Леоне. Так, Леоне. И Бернады. Вилга. Да нет, мне нравится. И этот класс. Так что нет, она останется такой уже до конца. Так, ну что ж. Мы готовы, ребят? Да, мы готовы. Проверим основную экипировку. Ну, дополнительно и так нормально. Так, Луку Бернады. Детте. Вернем. Проверим. Не тот. Так, тут у него... Не, ну копьё в Леоне... Ну, отбирать ему не будем, ладно. Поставим Борисуру Смерти. Его каноничное копьё. Тут всё хорошо. Так, ну вроде в целом всё. Мы готовы. Ну что, ребят, файту. У нас 30 минут на это задание. Ну и 2000 врагов завалить. Да, чую, будет весело, раз столько времени. И диалогов, наверное, будет в вагон. Похоже, Рея и Талос оба проникли в монастырь. И ради будущего Фолдена мы... ...сделаем это место их могилой. Барьер, созданный врагом, будет препятствовать передвижению наших войск. Тогда у нас нет выбора. Кроме как действовать двумя группами. Позаботьтесь о том, чтобы ни один из них... ...ни одна из них не была уничтожена. Где подкрепление? Я не хочу умирать! Отлично. Хвайта. Так, только мы тут как бы... Да. Так легко не пройдём. Так, стоп. Вот тут у нас это ключом можно открыть. Веди, Петра! Петра должна быть в состоянии, но нет. Посмотрим. Петра. Ведёная Алялялялятория. Ведёная Алялялятория. Ведёная Алялялятория. так тут я сам разберусь этих пока что оставлю мы должны спасти графа в роли это если это вообще возможно нелегко будет найти другого человека который будет носить метру в этой стене есть структурная слабость тяжело бронированная единица могла бы править пробиться там и ускорить спасение а вообще отлично они тут все-таки кто тогда гена вот блеск и кто же может разбить эту стену никто как бы тут эдельгард но она другой стране ты что же делать вот нет вот тут есть союзник но он не поможет на ну блин может все таки валера сможет я попробую хотя он не подходящего класса ну такие вещи нужно знать наперёд куда я знал епископ южной церкви враг богини должен быть уничтожен так они используют магию чтобы напасть на графа варной это нехорошо нет не показывает в этом-то и проблем как бы тут он ничего не показывается кроме он там пурпурного маркера не догадайся что это может вычет сейчас успеем давай надеюсь это безопасит графа варной ну надеемся я епископ южной церкви и ты обязан меня защищать теперь сделай это и быстро ну да сделаю быстро идите сюда ну увы так закончится жизнь гениального человека славная жизнь теперь нам придется установить еще одного эпископа мой отец он был убит епископ южной церкви был уничтожен нажмите с атакой как мы могли допустить чтобы это случилось графа ваше величество похоже что именно этот темный маг создавал эти странные барьеры ну спасибо уже поздно должно быть он долгонский что еще репутации давайте поразим его его маги здесь и сейчас так наконец-то вот куда вы ушли вот тут мы так легко не пройдем и чисто и и и ну если бы я тогда поспешил он нижнюю секцию где-то нужно было схватить имперские собаки перестаньте вмешиваться и знайте свое место засада я должен был знать что все будет не так просто как казалось это не проблема solar нет она не может я же ею подошел первый раз и там ничего не было она была первым я тоже на это надеялся а стоп и замки замки кстати насчет замков это хороший вопрос думаю нет насчет замков думаю нет но можно попробовать когда будет такая возможность вы все потомки самых незначительных зверей в вашей смерти подпитывает будут ваши смерти будут подпитывать наши грандиозные амбиции это намного сильнее чем я думал а то мэйсон хватит я выше таких игр и поэтому ты свалил куда он делся нам нужно немедленно устранить эти барьеры если он оступил на верхний этаж то я не вижу как мы сможем до него добраться но должен быть какой-то способ обойти барьер мы получили множество сообщения в вражеских войсках что появились из воздуха возможно у них есть какое-то устройство перемещения но это безусловно звучит правоподобным мы должны проверить сет тайные места тайники которым можно только подумать так ну тут мы пока что ничего не можем сделать я видел такие устройства перемещения под монастырем монастырем они управляют один управляется отдельным механизмами что расположено других местах значит нам нужно найти мы уже разделись на две группы давайте продолжать поиски так эти адские черные стены мешают мне добраться до госпожи рэй теперь имперское подкрепление приближается что ж мне просто придется пойти и перехватить их сами самой да жаль конечно бате вернодетты но чё поделать странно что это было вообще долго заданием если честно мне нет никакого интереса обмениться с вами словами вы напали на нас и это все что мне нужно знать это всё как пир на зата слева не пусть там останутся вдруг понадобится что ты вот бальтазар они стоп еще и этого не убили салат скорее всего это стратегия даем не помогла ну увы что за Пусть беру пойдет с Валерой тогда. Пусть беру пойдет с Валерой. 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 сразу и я бы еще вспомнил что означает вот эти квадратики считаю что они были до этого миллион лет назад то можно было бы подготовиться так перестаньте швыряться в нас камнями или я ой они остановились ну что ж прекрасно отлично должно быть это устройство управления попробуй активировать его означает ли это что мы теперь можем перемещаться саксин куду не сразу давайте используем это устройство чтобы напасть на этого темного мага а вот и ты не сам отлично устройство сработало мы сам опасности помогите ему так остальных оставим здесь вдруг понадобится нормально действительно делают все делать все возможное нам лучше вмешаться пока у нас не появились новые жертвы я избавлюсь от вас паразиты и он умер в этот момент значит вот где я истеку я молю чтобы ты завершил то что действительно надо сделать талис темный барьер исчезли теперь мы можем воссоединиться с нашими силами так отлично толпа собралась конечно так цирил вот айтиме токси никка я буду сражаться до последнего сдоха чтобы защитить госпожу рэю но вы поняли ребят но цирил раны что у тебя есть пожалуйста будь осторожней богиня не свидетельца это все на что способен уничтожить не останавливайтесь не тогда когда будущее которым мы стремимся находимся пределы нашего нашей достигаемости дети все д но виктор дает на второй раз и походу последний так какие что у нас тут происходит тут жопа полная надеюсь что это было достаточно чтобы спасти и это последнее что было на нашем пути но из-за исключения других вещей так это никогда не кончится привет не руку путь монастырю свободен чё серьезно сейчас вторая карта будет это момент ради которого мы боролись рэя и талос будет будут ждать нас впереди это благо то что 2 2 величайших врага империи находятся на расстоянии одного удара но не стоит забывать что они способны на все эта ситуация может очень быстро я понимаю мы говорим о главах церкви и тех кто скользят во тьме меня куклы на мая в дикте или дешево как бы джикан гомбдаре срекутом алимаса я надеюсь что вы все морально готовы потому что как только это начнется мы не сможем позволить себе потерять ни секунды госпожа дель гард мы ждем вашего приказа благодаря какому-то странному повороту судьбы мы оказались во второй раз в плену у грагмаха наша первая победа ознаменовала начало войны и сегодняшняя победа станет гигантским шагом к ее окончанию сегодня вместе мы вступим в новую эру и в конце этого пути лежит наше будущее время пришло всем имперским силам наступайте вперед все ребят пора закончить эту войну ну же вперед победа почти в наших руках вы невежественные глупцы смейте выступать против меня твоя расплата пришла талас теперь ты заплачешь за все что ты сделал с моим отцом империи так надо подождать диалоги враги которые остались оставшиеся враги они не заслуживают человеческого милосердия по вашей команде мы уничтожим их огнем мне все равно уже кто ты такой ради моего народа ты должен умереть что ж тебе должно быть не все равно потому что я тот кто убьет тебя алое пламя поглотит старый мир и принесет свет в новую эпоху ей вы бросаете на нас это план бросаетесь на нас этим пламенем но это были мы те кто дали вам это пламя глупая ведьма это земля над которой который ты стремишься это земля над которой ты стремишься властвовать пропитана кровью зверей может я и дура дура но у меня много товарищей мои союзники я готова топать топтать вас в пыль эта земля будет нашей ну а рвом привет вовремя то это плот никогда не погибнет от своих рук мы рассеяли тьму теперь все что осталось и таре как уместно что я должна уладить все дела с рэй здесь в соборе по уяви цы не важно сколько лет пройдет вы люди всегда будете вы люди всегда будете не более чем дураками верните землю которую вы украли у нас таря но это уже наша земля извини но я думаю что предпочел бы сражаться с тобою вместо этого я исправлю ошибку который я совершила когда приняла тебя и покончу с твоей жизнью я не должна здесь пасть вы не оставили мне другого выбора смотри за мной мама ну да будет так я сокрушу вас там где вы стоите ну иди сюда рэй тоже может менять форму но эта форма значит и тот самый непорочный сегодня мы уничтожим тебя и я здесь из печи в наше будущее о поле это дамаг у него бешеный что он и а а а а а а а по жопе дракона так оставайтесь видительно было бы очень глупо умереть именно в этом сражении здесь только подожди отец если собираюсь отличиться и вернуться домой я петра макнери королева бригиды я соблюдаю свой договор сражайся салар у нее нету так что да забывать об остановке времени так мы победим сегодня даже если это будет стоить мне жизни которые ее величество так мило милосердно спасла я молюсь чтобы это битва положил конец это жалкивание навсегда кто там почти помер да нет все нормально полагаю позволю себе однажды по-настоящему выложиться на все сто ну что ж последняя полоска никогда не уступим тебе какой бы большие могущества не было я просто собираюсь продолжить атаковать но ты можешь притвориться что меня здесь нету если я не могу если что я не знаю я не могу это я не знаю что я не знаю это я у у у у у у у так петра хильси кто там еще нужен хорошо там прокачать количество хилок все вот и все Что? Это еще не все? Ладно. Скажешь. Я должна победить. Она больше не в состоянии поддерживать эту форму. Если мы будем действовать быстро, то сможем сдержать ее. Наша месть бесконечна. Мы должны вернуть то, что было учреждено у нас. И ты! Я уничтожил вас своими собственными руками. Мы произойдем вас обоих. И будем двигаться вперед. Да, я не знаю, что ждет нас в будущем. Но мы не остановимся пока. Не возьмем победу. Давайте вместе. Закончим это. Е-е-е-да, пошло бачилово. Хаус. Хватит только сговаривать. Это борьба. Ничего по сравнению с тем, чем мы столкнулись в Красном каньоне. Ты где вообще Бальтазар сидишь? Ничего по сравнению. Очень заинтересованы. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Оно упадет сюда Они никак не могли пережить это Ну тогда остается только одно Мы обязательно должны сделать это сейчас Полагаю ты заслужил Но только в этот раз Наконец-то Фолден освободился от того, что его связывало Сегодня начинается новая важная глава в его истории И мы станем ее авторами Сейчас 1183 год Луна Синего моря Империя освободила Грагмак и разгромила рыцарей Сейроса и тех, кто скользят во тьме На фоне боевых действий Архиепископ Рея Италос пропадает без вести Когда некому вести за собою Солдат в Лене церкви Центрально ослабевает А те, кто скользят во тьме Исчезает Пока империя и Лестарский Альянс Подкрепляют свои дружеские отношения Эдельгард готовится к последней битве С королевством Полная решимость увидеть Как ее видения воплотятся в жизнь А, ну, значит, дальше битва с королевством, да? Что все-таки будет? В смысле, это все? Ребят, да, все Нам уже вот показывает С экран статистики В смысле? А королевство? Вы что? А где финал нормальный? Что за хрень сейчас было? Ладно, я очень надеюсь, что после этого Что-то еще будет Через пять лет? Ну, сейчас посмотрим Ну, сейчас, наверное, просто нам показывают Наши заслуги, так сказать Во всех главах А потом будет еще что-то Потому что, ну, блин Очевидно Ну, лунарда не настолько прямо Привет, Саш Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! О, Валера достиг победы И получил письмо от Моники Так, это концовка с Моникой Получается, ладно Так Я, наконец-то, начинаю чувствовать Что будущее О котором мечтала Ее Величество Находится в пределах Досягаемости Я знаю, что ты Причина этого Раньше Я Ревновала К вашим отношениям Ты всегда был Так близок с ней, понимаешь Но те дни Остались в прошлом Ну, теперь Ты значишь для меня Может быть В два раза меньше, чем она Но, эй, это неплохо Прими Прими Это Все Ну, типа Концовки персонажей А, фиг тебе Все Вот тебе концовка с Моникой И все До свидания Ну, все, ребят Смотрим титры Ты разочарован Смотрим титры Дом Дом Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok 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 О, тут можно купить офигенные мечи, предметы. Ну, давайте посмотрим. Солар, это немного другие. Ну, да. Ну, давайте попробуем Соти с Ирею. И стоп, не туда. Тут, собственно, вот все задания. Даже финал. Так, ну, давайте возьмем, например. Да, и Растов, смысл от этого? Да. Ну, Лунар, просто я недоволен тем, что нам не показали нормально, как завершается война и так далее. Мы типа ее начали, я хотел нормальной концовки с войной. Как бы мы в оригинале войну хотя бы закончили с Эдельгард. И типа ладно. А тут, как бы, ну, с Реейу и Талосом вообще непонятно, что случилось. Как бы оборвали, он самым интересный. Ну, ладно. Так, Орвал. Рея и Соти. Да, тут богиня на поле битвы вышла, нормально. Ну, да, она играет. В нью-йгейм-флюсе, проходя другие сюжетки, можно будет из-за нее побегать. Ой, Билдин, да так насрать. Уже посмотрим, когда будем нормально проходить. Хочусь попробовать действия, активные навыки. Стоп, она Греймари? Обычная? Нужно будет посмотреть насчет уникальных классов. По идее, должны быть что-то. Орвал. А Рея. Ну, вот у Рея, да, святая. Ну, да, это забавно. Играть за этих персонажей. А, Билдин, даже так, то есть у этих двоих, ну, блин, как-то... Я вижу, Рея ульты нету. Ну, сорвал он, как бы, хей, понятный. Орвал, сейчас умрет. Да будет пламя. Хм. Неплохо, неплохо. Ну, так у Хьюберта такой же класс, так что, да, они одинаковые. Оу, смотрите, а спецнавык у Рэя. Неплохо. А у Соти спецнавыка нету. Увы. Соти спецнавык. 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 Впадание создают магический знак, наполняемый элементом, который будет атаковать автоматически. Максимум 3 символа. Окей. Временно сводит на нет весь урон от атак на короткое время после выполнения идеальной защиты. Идеальное уклонение или восстановление в воздухе. При приказе защищать, охранять уменьшает урон, получаемый от врагов на 30%. Так, ну это окей. Атака слегка увеличивает полоску уникальной способности. Когда на полное, нажмите ЗТР, чтобы обрушить огонь на врагов. Окей. Так, восстанавливает полоску пробуждения. Небольшое количество с течением времени. Так, при приказе защищать, уменьшает урон, получаемый от врагов на 30%. Так, я рвал. Наполняет атаки либо светом, либо тьмой. Нажмите ЗТР, чтобы переключаться между ними и вызвать дополнительную атаку. При попадании по вражеским... Когда попадают вражеские атаки, наносимые наносятся больше... Наносится небольшое количество порционного урона окружающим врагам. При приказе защищать, увеличивается урона наносимые враги... Что наносят враги... А, наносимые врагам на 30%. Окей. Посмотрели. Ну, ладно. На этом мы закончили, собственно, одну сюжетку. Продолжение когда-нибудь следует. Когда мы продолжим проходить другие сюжеты, я точно не могу сказать. Потому что кто знает, как пойдет все дальше, но посмотрим. Дальше у нас прохождение Trials in the Sky. А потом посмотрим. Я думал чередовать. То есть, проходить один Sky и одну сюжетку Fire Emblem. И пока что, думаю, придерживаться этого плана. Если все пойдет хорошо, то мы так и сделаем. После того, как пройдем Trials in the Sky, первую часть. Вернемся и посмотрим следующую сюжетку. А какую именно, будем решать на первом стриме вместе. Так что, продолжение следует. Надеюсь, вам понравилось это прохождение. Именно сами стримы. Да. Я, как уже сказал, немного разочарован, что все обрывается как-то, ну, слишком... На слишком интересном месте. Как по мне, тут еще одну-две главы стоило сделать, чтобы вообще нормальную концовку сделать. Ну, да, увы. В оригинале было что-то похожее, но как-то я не чувствовал такого сильного разочарования тогда, как тут. Может, наверное, из-за того, что тут сюжетка и Дельгард получилась намного интереснее, чем в оригинале в итоге. Поэтому как-то... Да. Но, в целом, спин-офф в жанре мусо получился неплохим. Скажем так, если бы все остальные делали такие же спин-оффы, это было бы, конечно, хорошо. Потому что это спин-офф, который сделан с душой, скажем так. А что вы скажете? Пишите об этом в чате или те, кто смотрит на ютубе в комментариях. И увидимся. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok